Потом мастер все-таки берет и кладет с пятого, с шестого раза довольно правильный волосок, но так как он уже разрушил эту кожу, он слишком глубоко ушел и заглубился. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сейчас я нарисую вам волоски на доске. Мы уже снимали очень много видео про то, как рисовать. Я показываю в перископе и во всех соцсетях, как рисовать правильно волосков. Но расскажу на доске, чтобы было понятнее. Нарисую. То есть машинка оставляет след из точек. В зависимости от скорости машинки она оставляет либо очень плотный след из точек, либо она вообще работает, как некоторые машинки. Они такое ощущение, что работают только какими-то такими, как растушевочные. То есть вам надо тогда выставлять на такой машинке очень большую скорость и вести прям очень уверенно, чтобы она не нарисовала вам вот такой волнистый волосок. Если ваш аппарат быстрый, то вы можете вести волос довольно быстро. Но если вы чиркаете быстро, либо если вы ведете с правильной скоростью и примерно с середины волоска многие начинают вот такой чирк создавать, то здесь у вас получается нечеткая размытая линия с небольшим количеством точек на сантиметр. Естественно, вам придется снова вернуться прорисовать. Что вы делаете? Вы кладете еще слой точек. Не факт, что вы кладете прям вот в ту же самую линию, потому что надо иметь просто зоркость невероятную. Вы кладете рядом, а в конце вы снова чиркнули. А потом, когда вы проходите этот волосок еще раз, вы начали вот с точки, допустим, и прошли опять недостаточно медленно и не попали в ту же самую борозду. В итоге, вместо того, чтобы провести такой четкий на одной глубине с одинаковой скоростью практически с начала до конца волосок, один раз и второй раз пройти, если уж точно прямо попадая в него же, в нее же в эту борозду, то есть вы не травмируя кожу вокруг, вы проведете, нарисуете прям точно там же, просто уплотнив эту линию. Все мастера, которые приезжают ко мне переучиваться, либо мои мастера, которых я учу, они чиркают, не попадают в ту же самую точку, разрушают кожу в этой области. Естественно, тут же еще и рядом, и поперек, и наискосок, и у них вся бровь начинает становиться похожей на такой вот рыхлый какой-то фаршик. И из-за этого существует мнение, что волоски, они приживаются там крайне редко, расплываются очень сильно. То есть, прочиркав несколько раз в одной и той же борозде, создав вот в этом месте фарш, потом мастер все-таки берет и кладет там с пятого, с шестого раза довольно правильный волосок, но так как он уже разрушил эту кожу, его сопротивление, вот чувство вот этого сопротивления кожи в пальцах, оно такое же, но он уже глубоко, он слишком глубоко ушел и заглубился. И получаются такие синюшные волоски, расплывшиеся, как раз те, которые все не любят и которые всем не нравятся. Поэтому наша задача, чтобы нарисовать правильно волосок, правильно поставить руки, натянуть кожу и провести эту линию с одного, ну максимум в трех раз. И причем очень надо иметь хорошее зрение, чтобы попасть прям четко в тот же самый волосок, ни рядом, никуда. Еще что я не люблю, это когда волоски пересекаются, либо когда они вливаются друг в друга прям, то есть вот это вот место, где они соединяются, и еще проходишь, то есть вот это место, оно всегда уплотняется, либо заживает вот таким треугольником сплошным, тоже это некрасиво. То есть я чему учу? Воздушная часть, у волоска есть структура, вначале воздушное место небольшое, и в конце воздушное место небольшое. Вот эта часть ни с кем не соприкасается, все соединения волосков происходят вместе в воздушной части. То есть если вы сделаете таким образом, то очень большая вероятность, что у вас бровь заживет такой равномерной, равномерной. Не так, что где волосок идет сам по себе один цвет, а где они соединились, он уплотнился и даже более того зажил пятнышком. А равномерная такая неизменная бровь. И опять-таки лучше всего, я считаю, это искренне класть волосковую технику на зажившую растушевку, если нужна яркость. Вот так. Небольшая ремарка, если ваша машинка, например, Gucci, она очень сильно отличается от HSF машинки. XCF, прошу прощения. Также Биотек, допустим, он рисует гораздо медленнее, чем те же самые китайские машинки. Поэтому чем меньше возвратно-поступательных движений в секунду совершает машинка, тем медленнее ваша рука должна двигаться. То есть волосок вы можете рисовать аппаратом Gucci, допустим, считая до 6 в голове, то есть 1, 2, 3, 4, и вот за это время вы ведете волосок. А если эта машинка очень быстрая, очень такая шустрая, то вы должны провести до 3, до 4, считая, потому что если вы будете HSF машинкой рисовать очень медленно, то вы создадите разрез, по сути. Она просто разрежет кожу, поэтому скорость надо регулировать руки, движение в зависимости от скорости вашей машинки. То есть когда вы становитесь опытным мастером, все хотят работать быстрее, увеличивают скорость на своих блоках либо на аппаратах, и тогда одновременно с этим увеличивается скорость руки. Это обязательный важный момент. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.